Так, Саша, скажем так, взяв во внимание твой возраст, 20-25 лет, сколько времени у тебя от старта, то есть ты первый раз начал пробовать на одной руке и до того момента, как ты научился в такой форме делать это упражнение? Ну смотри, это все индивидуально получается, то есть у каждого свое время. И у каждого своя, наверное, генетика. Да, ну конечно, да, зависит от человека, какой рост и так далее, то есть чем выше рычаги, чем больше, как я, допустим, метр 78, мне очень сложно, потому что я высокий, как маятник, то есть на это все нужно время. Ну плюс-минус, где-то, наверное, полгодика, то есть и в принципе уже будешь нормально фиксировать. То есть самое главное, это тренировать у стены, как бы с уходом на одной руке, и если даже тяжело изначально, получается весь вес на одну руку идет, то проще всего делать ноги врозь. Ну это взяв во внимание, что ты уже на двух руках. Да, если ты просто стоишь уже хотя бы секунд 10, там, свободно, да, то есть такое. Отлично, а еще расскажи про твой ритм тренировок. То есть тренировка у тебя длится 2 часа, час? Полтора. Полтора часа, нормальный вариант. Да. Потом, если усталость и связанность, чтобы не получить травму, наверное... Растянуться обязательно в конце тренировки, растяжку, чтобы мышцы не закистяли сильно, растягиваешься, они более эластичные, и на утро намного приятнее, чем так, забиваешься. Оптимальную тренировку увеличивать во времени не стоит, потому что это повышает риск получения травмы. Конечно, да. То есть, ну у меня отдых, даже между подходами, то есть 2 минуты. То есть, ну для меня, я уже занимаюсь 4 года, получается, и я уже развил как бы свое тело до того, чтобы 2 минуты отдыхать. Но стартовому атлету, я думаю, намного больше нужно. Ну как, где-то минуты, наверное, 6 отдыхать между подходами. То есть, по самочувству, опять-таки. Тренироваться лучше в команде или в самому? Я думаю, самому, потому что в команде болтовня и так далее. Но тут, на самом деле, две стороны, потому что, с одной стороны, друзья, как бы, мотивация сделать там лучше другого человека, а с другой стороны, это опять-таки болтовня, то есть, да, наушники в уши и все, сам тренируешься по подходам. Не, ну, спроси, что брать, например, девушку свою или другу, которая бы со стороны посмотрела, когда нужно... По технике ты имеешь в виду, да, по технике, конечно. Обязательно, зеркало нужно иметь. Или же снимать себя тоже. Саш, спасибо тебе за это интервью, очень классно. Я думаю, что это пилотный выпуск. Следующий выпуск мы будем делать более нацеленно. Будем изучать или же тот или иной элемент, или же общую специфику отдыха, восстановления после каких-то элементов. Также пройдемся по травмам, которые чаще всего встречаются из-за неправильного подхода к этим упражнениям. Спасибо тебе большое, Александр. Все, до следующих встреч. До встречи. До свидания. Подписывайтесь на Сашу канал. Сашу канал. Сашу канал. Сашу канал.